добрый день дорогие друзья мы начинаем передачу форекс прогноз на неделю и с нами сегодня мария сальникова аналитик компании фиба групп добрый день мария здравствуйте игорь и здравствуйте уважаемые коллеги трейдеры какая неделя будет у нас та которая вот уже началась вчера так бурно будет ли она также бурно продолжаться спасибо за вопросы действительно давайте обсудим предстоящий новостной фон учитывая то что уже черный понедельник многим дал повод скажем так изменять свои какие-то планы да по трейдингу посмотрим что же нас ждет впереди ну в первую очередь отметим поведение азиатских рынков которая сказалась резким ростом евро валюты абсолютнейшим укреплением японской иены швейцарского франка даст что было предсказуемо в рамках мировой неопределенности инвесторы традиционно начали уходить в валюты убежища и евро валюту в том числе взяли с собой в команду евро стал некой валюты убежища все обусловлено скажем так желанием уходить в валюту фондирования то есть не покупать более рисковые активы до оставаться сейчас в евро валюте то есть она в перспективе наверное еще до 15 17 сентября будет оставаться в фаворитах у трейдеров из-за чего последнее падение азиатских фондовых индексов она скажем так поставила под сомнение повышение ставки со стороны фрс не только в сентябре этого года но и вообще в 2015 году основания действительно сильные если фрс использовал статистику по занятости как причину не повышать ставки да либо любые стат данные могли становиться стать поводом опасений за то что фрс сша не пойдет на повышение ставки так последнее падение фондовых активов стало конечно же сильным фактором того что фрс может сдвинуть сроки повышения ставки на 2016 год в условиях таких размышлений опасений можем рассчитывать что американская валюта продолжит падать и так у нас уже индекс доллара сша спустился до уровня мая текущего года это отметка 92 93 против по корзине валют не исключаем дальнейшего снижения американской валюты против той же корзины соответственно в условиях скажем так знаете инвесторы на ожиданиях того что ставка будет повышена излишне доверяли американской валюте и можно посчитать что сейчас эта валюта уже является перекупленной ну соответственно будут резкие выходы из того же евро доллара из фунта доллара по фунту кстати ситуация такова если ситуация с азией да сказалась резким ростом валютной пары евро доллар из-за чего из-за того что поставили под угрозу повышение ставки фрс сша так если фрс не пойдет на повышение ставки то безусловно и великобритания будет откладывать сроки повышения ставки из-за чего и фунт может также двигаться за евровалютой то есть вверх по новозеландцу и по австралийцу мы наблюдали с вами динамику противоположную то есть они резко просили в отличие от евро и фунта катализаторов роста не было так как они товарно-зависимые валюты вот валюты товарно-зависимых стран поэтому умеренная динамика таких активов как тот же давайте уголь как золото медь платина то есть основные экспортируемые товары из таких регионов как австралии и новозеланды они не дадут возможности сильно и сильно коррекции по валютным парам новозеландский доллар и австралийский доллар сейчас неделя может быть такой что предстоящие публикации макро данные из сша по ожиданиям как я смотрю по календарю они предварительно должны быть хорошими то есть для нас с вами трейдеров да это может стать некой обманкой что хорошие показатели статистические из сша могут спровоцировать укрепление американской валюты то есть мы сейчас начнем продавать евро доллар продавать фунт доллар а вот тут как раз может произойти обманка почему более весомым выступает фактор повышения ставки в сентябре либо в целом 2015 году поэтому любые убеждения статистическими показателями в том что америка готова к повышению ставки они могут игнорироваться вплоть до заседания фрс сша в сентябре текущего года давайте во вторник сегодня у нас должны быть объявленная продажа на первичном рынке жилья за июль в 14.00 по гринвичу предварительные ожидания положительные да то есть мы можем с вами рассчитывать на то что американская валюта укрепиться я бы не торговала сейчас на укреплением доллара сша также отметил что по евро по и по евро да у нас может быть оптимизмом обусловлен последними показателями по темпам роста ввп германии пересмотренными в годовом выражении там определенный оптимизм наметился я традиционно выделяю годовые показатели более важные чем месячные вот поэтому это тот фактор который сегодня еще может поддерживать евро к росту дальше в среду на что обратить внимание среда 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 у нас будут товары на заказы на товары длительного пользования опять-таки ориентируемся на фактические показатели но не слишком доверяем оптимизму по доллару сша в четверг то чего все рынки ждут это пересмотренные данные по темпам роста ввп за второй квартал америки здесь определенный оптимизм да ожидается рост на 2 и 3 процента и это скажем так тот та причина по которой мы сейчас можем рассчитывать на определенное укрепление доллара я бы воздержалась сейчас вот таких настроений то есть лучше американской валюте сейчас не доверять несмотря на то что индекс доллара достиг вот того дна если вы посмотрите на график индекс американской валюты есть некое дно мая 2015 года допускаем что все таки это дно будет пробито вниз еще по новостям по новостям у нас из сша на четверг пусто но на пятницу на пятницу мы ждем личные расходы по личные расходы населения по данным за июль и ну конечно же индекс мичиганский индекс окончательный за август в целом кстати по нему ожидается негативная динамика вот но резюмируя скажем так все данные по сша опасайтесь того что фактически данные могут быть не отработаны сейчас идет последняя неделя августа когда еще только люди возвращаются из отпусков да то есть возобновление деловой активности произойдет не раньше сентября первых чисел сентября то есть сейчас как бы существует риск повышенной спекулятивной активности вот из-за чего новости могут не отрабатываться в соответствии с фактическими данными вот такие наши настроения на неделю то есть может быть а некая некая обманка такая по американцу я понял вас спасибо мария вижу здесь вопрос опрофера вопрос аналитику я цб тоже еще долго не собирается повышать ставку наоборот проводит программу пол количество ослабления но бегство произошло в евро как раз избежали из-за мягкой монетарной политики которую вряд ли будут ужесточать либо ослаблять дальше то есть вероятность усиживания на одном месте со стороны ецб она очень большая и за счет вот этой вот политики и и оставили скажем так евро валюту как надежно посмотрите австралийцы новозеландец они выпали то есть они попали в разряд рисковых активов фунт остался в конечно даже швейцарский франк тот который максимально старается избавиться из от дополнительных инвестиций да даже в него продолжили инвестировать японская иена тоже попала под влияние валюты убежища регулятор на самом-то деле японии он не заинтересован вот в этих инвестиционных потоках но может привычка сработала да тем что начали уходить в японскую иену ну и евро попало опять-таки из-за вот такой из-за своей монетарной политики и ожидании того что она не скоро поменяется понятно спасибо мария такой вопрос с другими аналитиками фиба общаетесь спрашивать марс общую точку зрения вырабатываете или как бы вот у каждого аналитика свой свой подход свои методы анализа вот я вам скажу так что действительно в академии пока что придерживаемся точки зрения что у каждого есть своя определенная позиция у каждого свои настроения опять-таки у нас у каждого свои курсы своя тактика которую мы и транслируем то есть пока что это не единая точка зрения которую мы выдаем от академии а это точка зрения каждого отдельного аналитика дабы был была возможность подстроиться под того аналитика который вам более приемлем ну и чьи торговые рекомендации отрабатываются либо торговые настроения настроения могут совпадать с вашими, знаете. Ну, понятно, да. Делостненько, спасибо, Мария. Теперь у меня еще один вопрос. Я вот кидаю ссылочку в чате и вывожу на экран свой вопрос. Поделиться. Значит, вы забыли упомянуть еще одно событие, которое будет на финансовых рынках на этой неделе. Да, 19.00. Будет день трейдера, money management, risk management. Вашим участием. Вы там ведущая будете. О чем будет речь и как туда можно записаться? Видимо, нажать на кнопочку, зарегистрироваться, да? Игорь, я вам скажу, курс это скайпинар. У нас есть отдельный вид проведения обучающих семинаров. Называется скайпинар. Необходимо фактическое присутствие в филиалах Петербурга, либо Москвы. Скайпинар будет проводиться из нашей студии. То есть система таким образом построена, что я нахожусь в обучающем классе, но вы видите меня не просто как говорящую голову в экране, а абсолютно, скажем так, полноценно как спикера. То есть я нахожусь в студии, но вы меня видите по телевизору и вроде находитесь тоже со мной в одной студии. Вот. О чем будет семинар? Это, конечно же, правила управления вашим торговым счетом. К сожалению, не все всегда придерживаются правил хотя бы каких-то минимальных правил управления капиталом, из-за чего мы продолжаем получать негатив в целом на финансовых рынках о том, что торговля не приводит к желаемым результатам. То есть стратегия all-in, она еще есть. Знаете, если я совершил одну сделку убыточную, то нужно отыграться позицией в 2-3 раза больше. Вот. То есть будут объясняться элементарные правила управления капиталом, подходы, разные подходы к money management, к risk management, именно применяемы к финансовым рынкам. Я вижу, что в Москве можно присутствовать на этом скайпинаре на улице Люсиновской, 13, строение 1. Хорошо. Ну, это центр города. Необро пожаловать. Зато посмотрите, кстати, приходите, посмотрите, что такое наши скайпинары. Ясненько. В 7 часов я успею еще завершить эти тюрьмы и поехать запросто, я думаю. Так что обязательно сейчас посмотрю, где это точно находится, и надо будет записаться. Коллеги, всех приглашаю. Записываемся, встречаемся на скайпинаре в среду вечером. Спасибо большое, Мария. Спасибо вам за встречу. Спасибо. Надеемся, что эта неделя будет такой же успешной, какой был вчера для большинства участников трейд-тв. Хорошо люди заработали, действительно. Молодцы. Ну, там все давали хорошо заработать. Спасибо. Удачи вам. Хорошего дня взаима.